Рассказ про Таирея Петра Полидорова Одна женщина, моя прихожанка, объявила мне великую скорбь свою, прося молитвенной помощи и пастырского совета, как ей избавиться от этой скорби. Она заключалась в следующем. Двое было у меня детей, говорила эта бедная женщина, девочка 12 лет и мальчик 3 лет. Послала я однажды свою дочь к соседу, попросить одну вещь, а та, как ребенок, заигралась с подругами на улице и потому возвратилась домой нескоро. Это вывело меня из терпения, и я в порыве гнева сказала нехорошее, чтоб ты сдохла. В этот же самый день дочь моя заболела и скоро умерла. Обмыв тело умершей, я стала собираться в город, женщина эта была жительницей подгородной слободы, чтобы купить, что следует к погребению дочери, а мой трехлетний сын и пристал ко мне, возьми меня с собой, мама. Я отказываю, а он еще пуще капризничает и ревет, возьми да возьми. Мне и так горе, а он тут привязался. Я вышла из терпения и сказала, да отвяжись ты от меня, чтоб тебе пропасть. И пошла себе в город, оставив ребенка реветь, сколько хочет. Когда жива отвратилась домой, то нашла сына своего заболевшим, а затем через несколько дней он скончался. Теперь этот сын мой каждую ночь во сне является и говорит мне, мама, за что ты меня убила? Это мне не дает покоя ни днем, ни ночью. Научите меня, что мне делать, чтобы успокоить сына моего и самой успокоиться. Наложите на меня какую-нибудь эпитимию за грех мой. Сделал по обязанности своей скорбной матери приличное наставление, чтобы она на будущее время была осторожнее в словах. Я назначил для успокоения ее метучейся совести эпитимию. А относительно сына посоветовал ей, чтобы она в течение сорока дней подавала просфору на проскомедию за упокой души своего сына, умершего, как она полагает, отклятвенного ее слова. Этот совет она исполнила. Впоследствии она объявила мне, что хотя как мать очень жалеет о смерти сына своего, но он более не является ей во сне. Продолжение следует...